время 6 утра я проснулась где-то в 5.40 почему-то мало спала как-то не знаю почему-то я сегодня очень рано встала и раз я рано встала и решила себе сделать уход придется поесть сегодня раньше и это будет батончик тут много жиров а еще я себе сделала растительное молоко с цикорием и тоже с маслом кхи очень питательно было ехать очень душно я всю дорогу пила воду так вам кстати мои кроссовки они очень удобные я еще ни разу не пожалела что я их взяла несмотря на то что они идеально белые но это пока посмотрим к концу моей поездки я скачала себе фэдсиклет программу потому что хочу знать она у меня на планшете я туда каждый раз вбиваю и сейчас я поняла что у меня нет с собой планшета а мне хочется знать сколько калорий я сегодня съем что я съем так что постараюсь сбивать всего фэдсиклет вот этот секрет как видите церковь находится на реконструкции я поняла что я выбрала не ту сторону потому что все какие-то бары все какие-то рестораны вся еда по сути то что мне нужно она находится на той стороне мне нужно было сейчас идти туда прямо а я увидела это здание и поняла что хочу пойти сюда и вышли за набережную здесь на набережной находится приемная президента российской федерации в уральском федеральном округе вот такие атмосферные магазины посмотрите какая красота в таком уральском стиле все по-моему гениальная картина я бы себе такую хотела это очень атмосферное место мне здесь очень нравится я хочу что-нибудь поесть я делаю здесь что только всего особенно вот эта тушь это 174 грамма он так вот выглядит я нашла место где зарядить телефон меня посадили за этот столик и хочу сказать что мне очень нравится здесь сервис это второй этаж ельцин центр я не знаю как называется в кафе не поняла в пиццерии мне сразу же принесли воду спросили заказ и я сижу смотрю на этот прекрасный вид так я заказала себе тыквенный крем-суп и карпаччи я очень люблю такие вещи карпаччи я уже немножко попробовала мне понравилось американо я чем больше ем этот сут тем больше он мне нравится в воде кажется это теперь одно из любимых мест так так то то что не то что вы Продолжение следует... Я фотографировала очень много всяких фотографий, снимала. Мне кажется, самые-самые яркие впечатления, когда ты давно не был в этом месте, либо первый раз, и тебе все красиво, и глаз не замыливается. А потом на третий, на четвертый день пребывания в каком-то месте у тебя вот этот интерес, он как-то пропадает, и уже нет такого рвения. Ты думаешь, ну это же так обычно, что здесь фотографировать. Поэтому больше всего фоток и видео у меня именно в первые дни. Очень удобно. Какие-то большие книги, издания. Очень удобно. Очень удобно. Здесь, где Ельцин-центр, такая интересная штука. Это большой ковер, и написано проект «Вытирайте ноги, проходите». Представляется, был вязаный коврик диаметром 10 метров, сплетенный из бывшего употребления баннерной ткани. То есть, я сейчас иду, вытираю ноги и прохожу, потому что это большой коврик. Я хожу, конечно, как турист с рюкзаком, никак не могу дойти до отеля, до своего, где я буду жить. Я пока гуляю. Ой, а погода просто замечательная. Лучше нельзя желать. Мы встретились с Саней, сидим, пьем вкусный имбирный чай с медом. И такая вот печенка, кстати, неплохая. Привет! Так рада, что мы встретились. Вообще, мне очень нравится здесь вид. Посмотрите. Мы очень много странами. Мы в Канг-Петербурге. Мы в Канг-Петербурге. Различные представлены на очень много классных ресторанов, заведений. Поэтому, если хотите вкусно попросить, приезжайте к вам. Их интересно попить. Вот и наше, что уже сухо. В Канг-Петербурге. Ресторан открылся новый ресторан. Есть такой ресторан в Новиков. И у нас есть сероварная тут недалеко его. Это кухон-франшиза. А он открыл сейчас свой ресторан. Это Света называется. Там представлено на Дагейском кухне. Это единственный ресторан, который кухня был в Екатеринбурге точно. У нас культурная программа. Мы пришли в арт-галерею. Как вам? Искусство. Какая-то жуткая выставка. Мне вообще не нравится. Как-то я не люблю всю эту тематику. Нереально жутко. Как тебе выставка? Не знаю, мне кажется, я погрузилась в какое-то трансовое состояние. Немножко тяжелое. Очень погрузит. И я не люблю такое. Но я уже сказала, что я не люблю. Мне кажется, у меня даже это в голове немножко безжалено. Да. Однозначно авторы большие эмоции. Они выйдут в транс. Я заселилась, переоделась, как вы видите. Проводила Аня и пошла дальше гулять. Так, время у нас седьмой час. Я продолжаю гулять. Мне нужно еще сегодня немножечко прийти. И направляюсь вот туда. Я взяла себе ужин. Вот так он выглядит. Треугольничек с рисом. И я не помню уже, с чем я выбрала. Я не хотела рыбу. Сказали, что с индейкой очень острое, потому что там идет соус спайс. В общем, какой-то взяла, по-моему, с крабовыми палочками вообще. Такой протеиновый батончик, естественно, без сахара. И вот такой имбирный эль тоже без сахара. Вообще имбирь, он хорошо разжигает пищеварение ваше. Я не знаю, насколько здесь будет уютно мне ужинать, так сказать. Но, по-моему, вид шикарный. Засниму свои первые впечатления. Вот как это выглядит. Сейчас буду пробовать. Я надеюсь, вы слышите хруст. Ну, короче, рис с крабовыми палочками в норе. И немножко сыра творожного. Ну, очень питательно и калорийно. Суховато. Напиток мне понравился. Вкусный. Как бомжара. Блин, ну это так классно на самом деле. Я вот, конечно, люблю какие-то рестораны. Я люблю какие-то кафешки, атмосферные места. Но в то же время я, наверное, странный человек. Но мне нравится вот так вот где-то здесь сесть. Просто что-то вкусное поесть. Посмотреть на город. Я вообще люблю, любитель. Поесть на улице. Очень люблю архитектуру. Вот такую. Со всякими людьми, колоннами. Еще один храм Святителя Николая Чудотворца. Красивая площадь. Здесь флаги. И здесь есть очень большой вот такой собор. Это про то, что я вам говорила. И половина Екатеринбурга находится вот примерно в таком состоянии. Центр. Я гуляю по центру. И мне кажется, что весь центр будет что-то переделывается, ремонтируется, реставрируется. Это что-то лакшери, это что-то на богатом. Я гуляю сейчас по Стокману. Здесь практически везде есть скидки. Поэтому мне ничего не нравится. Как вам, Кед? Смотрите, что я нашла. По-моему, очень. Ну, чашки, конечно, большие. И у меня столько нет. Но мне очень нравится. Жаль, тут такие большие чашки. Вот это мне очень нравится. Вот это форматы, как у меня сейчас. Но они очень удобные. Они вместительные. И удобно носить. Такой, кстати, когда-то хотела заказать. С Америки. И ценник у нее был. Здесь он стоит, честно скажу. 14,290. Просто, но можно будет дешевле. Мне нельзя ходить в сумки смотреть. У меня глаза разбегаются. Я это дело очень люблю. Я люблю всякие разные сумки. И я где-то потеряла свою воду, которую поставила, когда мерила. Вот. На слоях. Да, очень красиво. Круто, что я увидела Экстренбург именно таким. Теплую погоду. Он красивый, веселый, отдохленный. Очень приветливый. Теплую погоду. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь очень тихо, спокойно. И мне это очень нравится. Еще здесь очень красиво. У меня через... Там пойти буквально примерно километр. И я попаду к себе в жилье. В свой дом сегодняшний. Я очень довольна прогулка. Я очень довольна Экстренбургом. Вообще сегодня, когда я ехала в душном автобусе, я поняла, что я наслаждаюсь даже такими дурацкими моментами, как вот этот душный автобус, потому что это смена обстановки, это незнакомые люди, это какое-то движение. И сегодня я дышу в полной груди. Мне интересно гулять и ходить, делать свой челлендж 15-20 километров, который я делаю уже не одну неделю. Я думаю, это круто. Еще у меня такие мысли, что если бы у меня была машина, я бы ездила сюда чаще. И вообще я сейчас хожу и думаю о переезде. В общем, я не захотела переплачивать за отель и пошла в хостел, но выкупила всю комнату сразу. Не место, поэтому 4 кровати. Где я сегодня буду спать, еще не знаю. Где-то за кошка на дома. Он непонятный. Проверяю свой пресс. Я очень люблю путешествовать одна, на самом деле. Выезжать куда-то одна мне не страшно, но есть такой нюанс, что сам себя ты плохо фотографируешь. И тебе приходится камеру ставить. Сегодня не удалось никого попросить. Обычно, ну, можно, конечно, просить, чтобы тебя сфотографировали, либо поснимали видео. Вот. Но иногда проще просто поставить камеру и покривляться в камеру, потом сделать скриншоты и что-то из этого выбрать. И что меня сейчас поразило, я вернулась домой. Время... Сейчас скажу. Время без десяти. Одиннадцать. Я вернулась домой где-то минуток десять назад. Десять-пятнадцать. Я гуляла, потому что была очень классная погода. Я прошла набережную. Я была опять там на площади, в Ельцин-центре. Мне всё понравилось. Я столько наснимала. Если честно, я ещё планировала записать здесь видео о том, как я похудела, свой путь похудения. Но мне так кажется, что я очень устала. И это будет прям отдельным каким-то видео. Я не буду сюда это записывать. Скорее всего, я не буду сейчас это снимать. Может быть, завтра утром. Но посмотрим. Так. И сейчас смываем макияж и иду отдыхать. Доброе утро. Сегодня я решила вообще практически не спать. Я легла в два ночи и проснулась в пять сорок. Поняла, что даже двадцать минут до шести, когда у меня стоял будильник, я не хочу спать. Я встала и пошла в душ. Года сегодня нерадостная. Нет вообще солнца. Но, может быть, ещё разгуляется. Не знаю. И привела себя в порядок. Как я выгляжу после трёх часов сна. Причём второй день подряд. Очень даже неплохо. Я пришла в кафе, а оно ещё оказалось закрыто, поэтому я пришла сюда. Это недалеко от того кафе. Вчера, когда я зашла домой, я поняла, что я очень голодная. Прям очень. Но у меня ничего не было. Потому что я не заходила в магазин, я не стала себе ничего покупать. Я думала, что нормально. Не так. Потом посчитала, когда у меня свой рацион, я вышла всего на тысячу триста килокалорий. Это капец-каллова, потому что я прошла двадцать один километр. И, конечно, я проголодалась. Я думаю, что сейчас у меня будет калорийный завтрак. Но я очень надеюсь на это. Это столик, за которым я сижу. И хочу вам показать вот эту гигантскую, очень дизайнерскую люстру. Очень уютное заведение. Мне очень нравится, как тут все оформлено. Красиво. А можно мне еще что здесь я хотела? Скрэмбл из трех яицей? Отлично. Да. И, наверное, гранолу. Гранолу? Да. Хорошо. Гранолу, может быть, сможем создать такое немного йогурта что-то добавить греческого? Да, добавить. Без сахара, без сахара. Да, да, да. Он как раз таки вообще не сладкий. Такой, говорю, нежный. Все, все хорошо. Хорошо, спасибо. Тогда разрешите мы скрэмбл сейчас сразу же, потому что приступим к приготовлению его по готовности. И уже после еды, и подадим гранолу вместе с йогуртом. Хорошо, да, хорошо. Отлично, угодится. Скрэмбл, он у нас достаточно нежный, мы его готовим с сливками. И он не такой засушенный. То есть он максимально нежный, не сильно готовленный. И к нему мы подаем либо тост подсушенный с маслом, либо семит. Но я, наверное, в семит вам предложил попробовать. Хорошо? Так этот тост уже будет в локаре. Да, да, да. Спасибо. Я успела здесь не вас чуть-чуть. Так, скрэмбл очень вкусный. Он еще подается с такой штукой. У меня был на выбор тост или вот это колечко. И хлеб очень вкусный, свежий подается с маслом. У меня, кстати, тут все фирменное в КГ, потому что кафе называется Грейм. В общем, у меня сегодня какой-то очень вкусный завтрак. Капец калорийный, но это не имеет значения сейчас. Попробовала авокадо-тост. Честно, я уже вообще всем объелась. Хочем показать, что вот авокадо-тост, вот эта пропитка в середине хлеба очень напоминает на такую хреновину, знаете, из помидора. Но вкусно. Все вместе это вкусно. Сейчас буду пробовать. И я так думаю, что на сегодня мои углеводы закончатся. И в обед у меня будет и в ужин, только белковая еда. Мне кажется, сама гранола, она немножечко сладкая, будто бы сахар. Но у меня есть после этого хлеба, что я сегодня сахар вообще не грантурно. если мне нужно это сделать, чтобы купаться проваля, что-то проезжать. А теперь если я хочу ничего не купить, то – это большое самое сахар. Пока. Твое. Убираем с вами очки. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Я люблю такие асимметричные изделия. Любые кофты, платья. Мне нравится, когда одно плечо открыто, одно закрыто. Много боди. Я не нашла струнку, которую я хотела. Точнее, я нашла, но она показалась мне какой-то дорогой. Я знаю, что ее нужно купить дешевле. И я не стала ее брать. Пришла на обед. Вообще не хотела есть, но подумала, что сейчас нужно будет успеть. У нас в мутровой площадке в Высоцке. Но, кажется, я уже не успеваю, потому что у меня скоро уезжать. Время уже полвторого. В общем, это мой обед. Огурцы, хлебец, капучино и протеиновый батончик. И с тобой я взяла в дорогу еще два батончика. Вот эти вот кипцы льняные. На всякий случай. Хочу зайти в бренд Ушотава. И я вот так с Галой прошла мимо, потому что вообще в ту сторону. Оказывается, это сюда. Все-таки я успела. Я надеюсь, я успею к отъезду. Я добралась до смотровой площадки. Она находится на 52 этаже Высоцкого отеля. Самого высокого здания в Екатеринбурге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok